Ну а сейчас, во время тотального режима изоляции, границы между зимними и летними видами спорта стираются. Гимнасты, пловцы, лыжники или бобслеисты все, без исключения, сидят дома, но время каждый проводит по-разному. Сейчас узнаем, чем на карантине занимается чемпионка Европы по шортреку Екатерина Ефременкова. В квартире чемпионки Европы по шортреку Екатерины Ефременковой ни одной пылинки сейчас не найдешь. Во время самоизоляции спортсменка регулярно проводит влажную уборку. Говорит, работа по дому тоже своеобразный фитнес. Появилось время готовить. Время возможностей, потому что до этого мы жили все время на базе Новогорске. Там нет кухни и нет возможности просто попрактиковаться, даже посмотреть, что нравится, что не нравится. За три месяца я дома была два раза по четыре дня. Мне дом никак не надоел. Наоборот, я рада побыть здесь подольше. Екатерина Ефременкова – один из триумфаторов Всемирной зимней универсиады 2019. Этой весной готовилась выиграть очередную медаль чемпионата мира по шортреку. Но главный турнир сезона отменили из эпидемии коронавируса. Впрочем, физические нагрузки спортсменка снижать не собирается. Выкладывают в соцсети видео домашних тренировок. Те же самые обычные приседания, отжимания. Пожалуйста, на ютубе начала практиковаться тренировочную программу «Табата» называется. Это очень интенсивная тренировка, короткая, тратится много калорий и на мышцы хорошо влияет. Я пару раз попробовала, мне понравилось. Думаю, что буду дальше пробовать. Во время самоизоляции напрягать приходится не только мышцы тела, но и извилины головного мозга. Екатерина Ефременкова сейчас активно изучает английский язык. В разгар спортивного сезона до образования обычно руки не доходят. В перерывах между тренировками и домашними хлопотами сейчас и на чтении книг время находится. Как и каждой девочке, мне нравятся книжки про любовь, про романтику. Но сейчас я читаю книгу про спортсменов, где спортсмены рассказывают о своих результатах, о своих каких-то победах, мыслях. И это мотивирует. После каждого спортивного сезона Екатерина Ефременкова привыкла отдыхать на море, но сейчас об отпуске даже и не думает. Говорит, восстановилась дома морально и физически, как только закончится пандемия коронавируса. Екатерина мечтает скорее вернуться на каток. Алексей Саночкин, Александр Меркуриев, Челябинск. Все на матч.